Девушки отдыхают Нашего сегодняшнего урока Давайте поработаем дальше И попробуем ее определить Решите примеры И заполните таблицу Расшифруйте ключевое слово Нашей темы урока Внимательно слушаем И думаем Первое задание Во сколько раз 721 день больше, чем неделя? В 103 раза Молодцы! Внимание! У нас появляется первая буква И это буква Е Запишем ее в нужную клеточку Таких клеточек у нас 3 Слушаем следующее задание Сколько часов в 1 восьмой суток? Думайте, ребята, внимательно Проверяем Сутки 24 часа 24 разделим на 8 Получаем 3 часа Получаем следующую букву Записываем ее в соответствующую клеточку Слушаем следующее задание Прошла 1 восьмой суток От числа 6400 Думайте Закрепление Какие же цели и задач мы поставим перед собой сегодня на уроке? Продолжим работать над письменным приемом деления на трехзначное число Будем совершенствовать вычислительные навыки Ребята, давайте вспомним алгоритм выполнения письменного деления на трехзначное число Восстановите алгоритм с нарушенными этапами Подумайте, будьте внимательны Проверяем Итак, ребята, что же нам надо сделать в первую очередь? Нам надо сначала определить первое неполное делимое Следующее, что мы делаем Определяем число цифр в частном Делаю прикидку Подберу пробную цифру частного Округляю делимое и делитель Делю, умножаю, проверяю Подходит ли цифра частного Вычитаю, нахожу остаток, если он есть Ребята, и еще на что бы я хотела обратить ваше внимание Следите за правильным написанием деления многозначных чисел на трехзначное число Каждая цифра должна быть в отдельной клетке И тогда вы сможете избежать ошибок А сейчас давайте решим несколько примеров Пользуясь алгоритмом деления на трехзначное число Найдем частное чисел 2552 и 638 Ребята, вспоминаем, что мы делали в первую очередь Мы определяли количество цифр в частном Так как первая цифра делимого меньше первой цифры делителя То делить, ребята, мы будем с вами все число Значит, в частном у нас будет одна цифра 638 заменяю круглым числом 600 600, ребята, это произведение чисел 100 и 6 Делю 2552 на 100 Получаю 25 25 делю на 6 Ближайшее число к 25, которое делится на 6 24 Получаю цифру 4 Пробую, ребята 4 это пробная цифра Умножаю делитель с пробной цифрой Ребята, посмотрите Мы получили 0 Деление окончено Значит, цифра 2 нам подходит Частное чисел 2552 и 638 равно 4 Откройте учебник на странице 73 Найдите задание 284 Здесь нас просят выполнить деление с объяснением Давайте выполним со мной решение первого примера Найдем частное чисел 2820 и 235 Ребята, первое, с чего мы начинаем Мы определяем количество цифр в частном Определяем первое неполное делимое Первое неполное делимое 282 Значит, в частном у нас будет 2 цифры 282 делю на 235 Получаю 1 1, ребята, это пробная цифра Записываю ее в частное Выполняю умножение 235 умножаю на 1 Нахожу остаток Остаток получился меньше делителя Значит, цифра 1 нам подходит Оставляем ее в частном Продолжаем деление Второе неполное делимое 470 470 делю на 235 Пробую 2 Записываю эту цифру в частное Ребята, это пробная цифра Умножаю 2 с делителем Ребята, цифра 2 нам подходит Заканчиваем деление Частное число 2820 и 235 равно 12 Следующие три примера я предлагаю решить вам самостоятельно Ребята, я думаю, что вы уже не испытываете трудностей при решении таких примеров Следующее задание для вас в форме теста Я предлагаю проверить вам ваши умения и навыки Внимательно смотрим на доску Я читаю вопрос, а вы в своих тетрадочках отмечайте правильный вариант ответа Слушаем первое задание Не выполняя деление, определите, сколько цифр будет в частном Нарисуйте в тетради столько же кружков Проверяем, сколько кружков нарисовали вы и сколько кружков получилось у меня 64887 разделим на 129 Сколько же в этом случае у нас будет цифр в частном? Проверяем Мой ответ со своим ответом Ну вы просто молодцы Слушаем следующее Запиши правильный ответ Площадь прямоугольника 12082 метра квадратных Длина 863 метра Найди ширину Проверяем, ребята Ширина равна 14 метрам Отметь правильное решение задачи из предложенных действий Поезд проехал 1664 километра со скоростью 104 километра в час Сколько времени он был в пути? Проверяем Конечно же в пути он был 16 часов Молодцы, ребята В ходе урока мы с вами закрепили знания, связанные с алгоритмом письменного деления на трехзначное число Я думаю, мы достигли цели урока Дома я предлагаю выполнить задание в учебнике На странице 73 решить примеры 285 Первый столбик примеров решить, пользуясь алгоритмом письменного деления Во втором столбике, ребята, необходимо вспомнить порядок выполнения действий в выражениях И задачу под номером 286 Спасибо за внимание! На этом наш урок окончен До новых встреч! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем урок русского языка для четвероклассников Тема урока Обобщение знаний о глаголе Урок первый Сегодня на уроке мы вспомним, что такое глагол Определим его роль в нашей речи Закрепим умение определять время, число, лицо глаголов Повторим понятие, неопределенная форма глагола Прочитайте стихотворение Яхтина Почему автор использовал такое название? Роль глаголов в языке Под корябой гриб стоял На ветру листок плясал На цветке пчела сидела А на ветке птица пела Лопотал у ручей в корнях Спали бабочки на пнях Пил жучок с листка росу Жарким днем в густом лесу Все летала, спала, пела И по делу, и без дела Птицы, бабочки, листок Каждый действовал, как мог В этом действии веселом помогали им глаголы Перечислите глаголы, которые встретились вам в стихотворении Стоял, плясал, сидела, пела, лопотал Спали, пил, летала, спала, пела, действовал и помогали На какой вопрос отвечают эти слова? На вопрос Что делал, что делала, что делали, что будут делать? Что обозначают? Обозначают действия предмета Итак, глагол Это самостоятельная часть речи Которая отвечает на вопрос Что делает, что делал, что будет делать И обозначает действия Глаголы оживляют язык Приводят все в движение Есть глаголы со значением движения Речи, звучания, труда, мысли и проявления чувств Выполним упражнение 146 на странице 71 Прочитайте выразительно Скоро кончится белое вьюга Потекут голубые ручьи Все скворечники в сторону юга Навострили оконцы свои В силу древних обычаев здешних Мы жилища готовим певцам За морями родные скворечни Обязательно снятся скворцам Найдите глаголы Расскажите о выделенных глаголах по плану Первое В форме какого времени употреблен глагол? Какое действие обозначает глагол? Действие, которое произошло до момента речи? Действие, которое происходит в момент речи? Или действие, которое будет происходить после момента речи? На какой вопрос отвечает глагол? Вспомним, как определить время глагола Настоящее, будущее и прошедшее время глагола Это непостоянный грамматический признак Который обозначает, что действие предмета происходит в момент речи Или будет происходить после него Или уже совершилось Время глагола выражает отношение действия к моменту речи Вернемся к упражнению Напоминаю вам Выделенные глаголы Потекут Навострили Готовим Глагол потекут обозначает действие, которое произойдет в будущем Это глагол употреблен в будущем времени Навострили Что сделали Глагол навострили Обозначает действие, которое уже осуществилось И имеет суффикс Это указывает, что данный глагол употреблен в прошедшем времени Глагол готовим Обозначает действие, которое происходит сейчас, в данный момент Что указывает на то, что данный глагол употреблен в настоящем времени Сделаем вывод Глаголы в русском языке употребляются в настоящем, будущем и прошедшем времени Готовим Настоящее время Приготовят Будущее время Готовились Прошедшее время Начальная форма Что делать? Готовить Как мы можем убедиться, время глаголов – это непостоянный грамматический признак Глагол в неопределенной форме не обозначает времени и числа Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам и числам Обратите внимание Глаголы настоящего и будущего времени, как и личные местоимения, имеют форму лица Глагол каждого лица имеет свое личное окончание При изменении глагола по лицам изменяется его личное окончание Ты Второе лицо – единственное число Рису – ешь Окончание – ешь Второе лицо – единственное число Мы Мы первое лицо, множественное число, рисуем, окончание ем, первое лицо, множественное число, она, третье лицо, единственное число, рисует, третье лицо, единственное число. Выполним упражнение. 103. Прочитайте. Определите время и число глаголов. Объясню, говорите, читает, извинишь. Запишите в тетрадь. Объясню. Будущее время, первое лицо, единственное число. Говорите, настоящее время, второе лицо, множественное число. Читает, настоящее время, третье лицо, единственное число. Извинишь, будущее время, второе лицо, единственное число. Сделаем вывод. Лицо и число глагола можно определить по местоимению и личному окончанию глагола или только по личному окончанию глагола. Фичор, ты помнишь в юга злилась? Александр Сергеевич Пушкин. Помнишь, окончание ишь, второе лицо, единственное число. Люблю грозу в начале мая. Федор Тютчев. Люблю, окончание ю, первое лицо, единственное число. Изменение глагола по лицам и числам в форме настоящего и будущего времени называется споряжением глаголов. Подведем итог урока. Сегодня на уроке мы вспомнили, что такое глагол. Какую роль играют глаголы в речи? Какие непостоянные грамматические признаки есть у глагола? Время, лицо, число. Глаголы в неопределенной форме не имеют времени и лица. Домашнее задание. Выполните упражнение. Прочитайте. Ставьте пропущенные буквы. Сижу на корточках перед муравейником. Смотрю, как суетятся муравьи, похожие на капельку смолы, перевязанную ниточкой. Что поделываете муравьи? Дом ставим. Как вы его ставите? К лесам заду, к солнышку передом. Эдуард Шин. Укажите лицо и число выделенных глаголов. На этом наш урок заканчивается. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие четвероклассники. На прошлом уроке мы окунулись в события одного дня профессора Громова и кибернетического мальчика электроника из произведения «Приключения электроника». Я предлагаю вам вспомнить некоторые эпизоды из этого рассказа. Найдите в тексте описание электроника и вставьте пропущенные слова. Робот по имени Электроник был похож на совершенно обычного мальчика. Таких мальчишек тысячами бегают по улицам города. Но это был не просто ребенок. Электроник – совершенно новейший робот. Курносый нос. Вихор на макушке, тонкие длинные ресницы и летние брюки. Не всякий может понять, что перед ним кибернетический мальчик. Глаза мальчика всегда блестели. Сразу представляется веселый, жизнерадостный, рыженький мальчуган. Нет, его не отличишь от живого ребенка. Просто невероятный мальчишка, Электроник. А сейчас посмотрите внимательно на картинку и соотнесите изображение со словами из текста. Вот мы и приехали, Электроник, мягко сказал профессор. Как ты себя чувствуешь? Электроник вдруг сорвался со стула, подбежал к подоконнику, молниеносно вскочил на него и прыгнул со второго этажа. Профессор распахнул окно. В комнату с шорохом листвы влетел утренний ветерок и запутался в прозрачных шторах. Я думаю, что вы были внимательны, и у вас получился такой вариант. А сейчас давайте вспомним, как называется раздел, который мы изучаем. Правильно, страна фантазии. Мы закончили знакомство с разделом? Нет. А мы можем предположить, о чем будем говорить на сегодняшнем уроке? Мы снова отправляемся в страну-фантазию и познакомимся с еще одним писателем-фантазером Киром Булычевым, который написал фантастическую повесть «Путешествие Алисы. Историю об Алисе Селезневой». Кир Булычев, настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко, родился в Москве 18 октября 1934 года. Арбатский мальчишка Игорь Можейко всегда чем-нибудь увлекался. В 10 лет захотел стать художником и даже поступил в художественную школу. Правда, поучился он там недолго. Заболел, много пропустил, а потом побоялся вернуться обратно. Вскоре у него появились новые увлечения, совершенно другие. Игорю страшно хотелось путешествовать. Жить в палатке, делать научные открытия. Он прилежно изучал книги об экспедициях, собирал коллекции минералов и, конечно, представлял себя настоящим геологом. Но геологом он не стал, а попутешествовать ему пришлось. В качестве переводчика в Бирме, в одной из самых красивых стран Азии. В то же самое время у Можейко подрастала дочь Алиса. Ей очень хотелось, чтобы папа, позабыв про все дела, рассказывал ей что-нибудь совершенно необыкновенное. И специально для дочки Игорь Всеволодович с удовольствием принялся придумывать фантастические истории о девочке из 21 века, которую, как и собственного ребенка, назвал Алисой. Кира Булычева знают миллионы любителей фантастов во всем мире. Он часто обращался к теме космоса. Ребята, а какой праздник, связанный с космосом, мы отмечали совсем недавно? Правильно, 12 апреля мы отмечали День космонавтики. А кто был первым космонавтом? Верно. Юрий Алексеевич Гагарин 12 апреля 1961 года впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Сегодня мы тоже отправимся вместе с Алисой, героиней повести «Путешествие Алисы», в космическое путешествие-приключение, в котором произошло одно чудесное превращение. «Приключение» писатель назвал «Кустики». А как вы думаете, о каких кустиках пойдет речь? Я думаю, что у вас найдется немало предположений, и нам придется это выяснить. Но прежде чем приступить к чтению, давайте выясним значение некоторых слов. Ребята, откройте, пожалуйста, учебник литературного чтения на странице 150. Послушайте отрывок из повести «Кир Булычев. Путешествие Алисы. Глава Кустики». В сокращении. Восемнадцать раз наш космокатер облетал всю пустыню, и лишь на девятнадцатом заходе мы увидели в глубокой ложбине зелень. Разведкатер снизился над песчаными барханами, и нашим глазам предстали кусты, окружавшие родник. Кусты были невысоки, мне по пояс. У них были длинные серебристые с изнанки листья и довольно короткие толстые корни, которые легко выходили из песка. Мы осторожно выкопали пять кустов, выбирая те, на которых нашли бутоны, набрали большой ящик песка и перенесли наши трофеи на пегас. В тот же день пегас стартовал с пустынного спутника и взял курс дальше. Как только кончился разгон, я начал готовить к съемкам камеру, потому что надеялся, что на кустах вскоре распустятся светящиеся цветы. А Алиса приготовила бумагу и краски, чтобы эти цветы зарисовать. И в этот момент мы услышали тихое благозвучное пение. Что такое? – удивился механик зеленый. Я не включал магнитофон. Кто включил? Почему мне не дают отдохнуть? Это поют наши кусты! – закричала Алиса. Надвигается песчаная буря. Что? – удивился зеленый. Откуда в космосе может быть песчаная буря? – Пошли к кустам, пап! – потребовала Алиса. – Посмотрим. Алиса побежала в трем, а я немного задержался, заряжая камеру. – Я тоже схожу, – сказал механик зеленый. Никогда не видел поющих кустов. Я заподозрил, что на самом деле ему хочется выглянуть в иллюминатор, потому что он опасается, а вдруг и в самом деле надвигается песчаная буря. Только я кончил заряжать камеру, как услышал крик. Я узнал голос Алисы. Я бросил камеру в кают-компании и побежал скорее в трюм. – Папа! – закричала Алиса. – Ты только посмотри! – Спасите! – шумел механик зеленый. – Они идут! Еще несколько шагов, и я подбежал к двери в трюм. В дверях я столкнулся с Алисой и Зеленым. Вернее, я столкнулся с Зеленым, который нес на руках Алису. Вид у Зеленого был испуганный, и борода развивалась словно от ветра. В дверном проеме показались кустики. Зрелище было и на самом деле ужасное. Как вы думаете, ребята, а что произойдет дальше? Забегая вперед, я скажу, что Алисе удалось усмирить бунтовщиков. Как ей это удалось? Она нашла гениальное решение. А все гениальное, как говорят, просто. Вы скажете, какая же она смышленная. Да, ребята, она не только смышленная, но и рассудительная. А еще она очень добрая и отзывчивая девочка. Об этом вы узнаете, прочитав рассказ до конца. А сейчас я предлагаю вам составить короткое стихотворение об Алисе в виде Синквейна. Алиса какая смелая, сообразительная. Что она делает? Изучает, исследует, спасает. Алиса путешествует с папой. И Алиса фантазерка. Ребята, я думаю, что вам понравилась фантастическая литература. И каждый, кого заинтересовали приключения Алисы, могут прочитать всю книгу Кира Булычева «Путешествия Алисы». Домашнее задание. Прочитать рассказ «Путешествия Алисы», страница 150-156. Составить Синквейн о любом персонаже этой главы. Урок окончен. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»